Всем привет! Сегодня у меня наболевшая тема. Эта тема, я думаю, не только моя наболевшая. Многие девчонки не знают, чему отдать предпочтение. Кистям, спонжам для макияжа. Как раз таки и хочу поговорить о спонжах. Так как я уже пробовала и кистями краситься, и спонжами, и руками своими, я отдаю предпочтение именно спонжам, именно бьюти-блендерам, потому что кисти можно иметь хорошие. Но я считаю, что кисти больше всего нужны лизажистам, либо людям, которые зарабатывают этим на жизнь, а не делают на дому макияжи. Но не для меня обычного человека, который не зарабатывает этим. С опытом росли мои какие-то потребности, я хотела все быстрее делать макияж. Я как-то перешла на руки, тени и все остальное, по-быстричку, перед выходом, все намазала на себя и выбежала. Это тоже вариант, и это меня спасает в основном летом, потому что летом ты наносишь вообще минимум косметики, либо просто обычный тин для губ, консилер и выбежала. Но прошло еще какое-то время, и я поняла, мне нужно одно лишь приспособление, которое может сделать весь мой макияж. И это как раз-таки спонжи. У меня их было очень много, и сегодня я вам покажу некоторые фирмы, которыми я пользовалась. И скажу, какие из них мне понравились больше, какие меньше. Начну я, наверное, с самого первого своего спонжа. Этот спонж был от Ariflame. Как вы можете заметить, этот сухарь когда-то был ого-го. Первый бьюти-блендер. Я им пользовалась, чтобы не соврать, наверное, год, а то и больше. Я им попользовалась неделю, мне не понравилось, и я его отложила. После он у меня валялся-валялся. Я насмотрелась кучу роликов, как раз тогда пошел такой бум на бьюти-блендеры, и я поняла, что нужно дать ему второй шанс. И вдруг меня осенило. Я не понимала всей прелести, приспособления, но потом я просто не знала своего счастья. Когда он у меня порвался во всех местах, в которых только можно, я, конечно же, стала искать что-то другое. И первое, на что я наткнулась, это был спонж от Luxage, 3D-спонж. Он сам по себе мягкий, чем-то напоминает спонж от Ariflame, но они совсем разные. Как все мы знаем, спонжи при намокании становятся больше, увеличиваются в размерах, и некоторые из них еще могут становиться мягче. Так было с Ariflame. Luxage эта история вообще никак не коснулась. Он не становится больше и не мягче. Он вот именно, как есть, твердый, такой и остается. Это меня разочаровало, и я, соответственно, побежала в магазин снова что-то искать. И какое мое было счастье, когда я нашла спонж от Rivage. Также его не поняла, как и Ariflame. Я им пользовалась. Мне казалось, что он деревянный. Он у меня пролежал также, наверное, неделю. Потом я его намочила, и, о боже, все случилось. Этот спонж у меня тоже от Rivage. Этот сухой, этот мокрый. Я уже купила новый, потому что этим я пользуюсь уже полтора года. Какой полтора? Два года, девочки? Два года. Я крашусь очень редко, поэтому два года это нормально. Хотите попробовать? Перепробовали уже кучу говняшек, и вы хотите что-то более-менее нормальное, то вот как раз-таки от Rivage я хочу вам посоветовать. Потому что я остановила на нем свой выбор, так как я пробовала еще кучу разных. И сейчас я вам их покажу. Следующая фирма, которую я приобрела после Rivage, это Vogue. Это, по-моему, корейская или китайская косметика. Я нашла только их спонжи. Косметикой я их не пользовалась. Спонжи мне понравились. Спонжи Vogue очень похожи на спонж Ariflame, на Rivage. Как вы видите, форма одна и та же, ничего не меняется. Сама эта форма меня устраивает. И если увидите спонжи Vogue, я их советую, потому что они еще обошлись мне в 100 рублей. Каждый Rivage мне обошелся в этот раз в 300 рублей. Попробуйте хотя бы 100 рублей, это не так дорого. Так как Vogue износились у меня, я, соответственно, захотела что-то новое приобрести. И я приобрела непонятную мне фирму, тоже в том отделе, где и Vogue приобретала. И мне показалось, что они будут такие же хорошие, но я прогадала. Они как раз-таки вот один в один, как люксаж. Они при намокании не увеличиваются и жесткие. Как долбили в сухую, так долбят и в мокрую. Наносить ими невозможно ничего. Как вы видите, я пробовать пробовала. Эти два спонжа тоже обошлись мне в 100 рублей. И я жалею потраченных 200 рублей, не пойми на что. Недавнее мое приобретение это мини спонж, тоже от Rivage для области под глазами, чтобы наносить консилер. И девочки, это просто вот суперская вещь. Можно, конечно, обойтись и большим спонжем для того, чтобы наносить заостренным кончиком консилер в область под глазами. Но удобнее вот этим спонжем. Да, неудобно, конечно, одним наносить тон, одним наносить консилер. Возить это все с собой тем более неудобно. Но, девочки, вот этим спонжем можно нанести как и тон, так и консилер. Я одним этим приспособлением наношу тон, консилер, хайлайтер, бронзер, румяна. Ну и, по-моему, все. Советую. Ну и подведем итоги. Что же я могу посоветовать вам из тех фирм, которые пробовала я? Я не пробовала, конечно, оригинал. И нисколечки не сомневаюсь, что он крутой. Извините, у него стоимость почти 2000. Он просто должен быть крутым. Но, исходя из своего бюджета и бюджетных аналогов, я хочу вам посоветовать именно фирму Ривгош и ВОП. Мне кажется, не важно, какая у вас форма этого спонжа, не важно, какой он фирмы, главное, чтобы он выполнял все те функции, которые он должен выполнять. И именно по мягкости он был такой, какой он должен быть. Аналогом должны называть то, что есть аналогом, а не какую-нибудь деревяшку. Если у вас есть по этой теме какие-нибудь вопросы, то пишите в комментариях. Если вы пробовали какие-то определенные спонжи, может быть, те фирмы, которые я показала, может быть, какие-то свои, то напишите свой отзыв. Может быть, вы в комментариях посоветуете для других девчонок, которые будут смотреть это видео, что-то именно свое. Может быть, вы знаете какую-то кисть одну функциональную, которая может выполнить весь ваш макияж. Я, конечно, тоже почитаю и буду рада вашим комментариям. Ну, а это короткое видео подошло к концу, и я надеюсь, что оно вам понравилось, оно вам было полезным, конечно же. Увидимся с вами в следующем видео, и пока-пока!